Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это новая партия в Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Пангея, случайные цивилизации, возраст мира новый, а количество ресурсов случайное, то есть они могут быть как изобильными, так и очень редкими. Во всем остальном стандартные настройки и традиционно уже в последнее время мы играем случайными цивилизациями, но практически сразу вы поймете, что мне выпала Шотландия, так что я ее поставил на превьюшку и это ФФА за Шотландию. Традиционно партия будет разбита на серии, спонсоры канала всей серии могут посмотреть сразу во вкладке сообщества. Кстати, спасибо им за поддержку, именно благодаря им я так часто стал в последнее время выпускать видео и стараюсь, в общем-то, максимально быстро радовать вас сериалами по цивили. Для подписчиков же серии будут выходить раз в сутки, на всяком случае так планируется. И снова же традиционно прошу воздержаться в комментариях от оскорблений участников и бессодержательных спойлеров, во всем остальном приятного вам просмотра. А это нормально, что прямо рядом с моим поселенцем варвар сразу появился? Да, бывает такое. Причем на той клетке, где мне надо город поставить. Да, это нормально. Такое бывает, да. Ну, он, по-моему, не может захватить тебя вначале. Не знаю. Я бы так не был уверен. Так, что мне сразу два континента видно. Ну, сейчас вроде справились, когда в поселении сутрнуть. Первый ход. Ну, у меня такое ощущение, что у вас изобильные ресурсы, судя по моему старту. Там случайные, типа, у каждого человека будет случайные. Нет, неправда. Ну, учитывая, что у меня один ресурс просто рядом. По-моему, это работает так, что там у кого-то изобильный, у кого-то стандартный, у кого-то редкий. Ну, блин, у меня один ресурс, а все остальное луга. Ну, в смысле, один ресурс. У меня один янтарь, и больше ничего нет. Нет, а бананы, там, рис, вот я про это... Нет, ничего. То есть, и картинок больше никаких нету вообще. Во-первых, ты открой лошадей, открой железо, там, не знаю. Ну, нет смысла бы отойти, как раз здесь можно будет коммерчески ставить, тут... В третьем радиусе ставить. На будущее. Вот здесь, кстати, можно акведук будет даже поставить. Весело. Да, никуда мы не пойдем. Тем более клетки на три еды и производство есть рядом несколько. Ну, а пошла, пошла скрипочка шотландская. Так, давайте сразу расставлять метки. Сюда, значит, у нас акведук будет. Сюда будет коммерческий. Ну, это предварительно факт, что я буду их именно эти ставить. Ведь кто-то еще метки ставит, я уже чувствую, у меня лагает. Я лагаю, когда ставлю метку. Еще кто-то лагает, когда ставит метки. Короче, я лагаю в любом случае, когда кто-то другой ставит метки, когда я ставлю метки. По поводу производственного района я не уверен. Можете не заканчивать ход, я на минутку отбегу. А можно отменить? У меня генератор отчета целый. Здорово. Ну, зайдешь сейчас, тут все равно таймера нету. А что, у тебя там ошибка, да, выскочила? Да, ошибка. Ну, пока там народ вылетает. Давайте еще подумаем. Проблема, кстати, с изобильными ресурсами, что у тебя может не быть места за районом. Да нет, сейчас зайдет человек. А, кстати, куда он зайдет, если даже нету иконка его сверху упала? Он пропал, потому что он компьютером стал. Куда вернется, все вернется, не волнуйся. Я думаю, боты тоже светятся сверху. Нет, не светятся. Боты светятся только если ты их нашел. Вот с научным, конечно, не очень понятно. Вот тут, походу, блин, вот тут акведок все-таки не очень. Потому что вот здесь надо будет делать, вот здесь, скорее всего, надо будет делать. Раз, два, три. А эти что, наверное, вот тут надо делать? Ну, почему это у нас рассинхрон? Не-не-не, выбил одну. Да я пока не заканчиваю, я тут выхожу. Так, вот здесь правительственное, наверное, надо будет тогда. Ну, видимо, здесь тогда... Видите, как я уже заранее расставляю икон эти районы? Ты можешь быть французом. Тут тогда, получается, у нас предварительно... Правительственное, значит, или тут, или тут... А, смотрите, вот здесь еще может быть кампус. Ну, тут плюс два, тут тоже будет кампус, кстати, плюс два иметь, потому что гора и... Даже плюс три будет иметь за счет вот этих районов, например. Здесь проблема, что на самом деле раз, два, три... Вот здесь бы город поставить, если я тут ставлю город, тогда вот здесь промышленная... Здесь правительственная площадь не влазит. Казахстане. То есть, вообще, она влазит, конечно, но... Я тут бессмысленно ставить, надо будет между сюда сместить. Кстати, тоже как вариант. Монголы могут быть на казахстане. Вообще, это не как вариант, это вообще... Единственный, пока я, конечно, я тут мало разведал, но... То, что на этой реке надо будет город ставить, это стопудово. Значит, если на этой реке мы ставим горы, значит, правительственная площадь смещается вниз. Вот здесь, получается, вот сюда. Опять же, надо исследовать... Если у них будет трех кошадей вокруг столицы, это очень прикольно. Знаете, что самое противное? Я в 17 июля. Ну, ничего, не говори нам. Хорошо. Главное, не вспоминайся. Все три памятника. Да, вот это так и сделаем, раз, два, три. Все шесть. Ну, так прикольно, значит, нормально выдало. Ровненько. Да, ну и способность Шотландии на счастье, то есть мне нужны счастья. Вот у нас есть оливки, есть... Оливки уже есть. Какао. То есть уже три ресурса на счастье, которые, в принципе, работают. Может, там Канада какая-то опасная. Канада это опасная. Блин, я первым... Блин. На нее, знаешь, ты такой, подходишь такой, собираешься нападать, вот он такой забыл ее осудить. Ты пять ходов так и стоишь, ждешь, потом есть и скидывают ресурсы. Мне надо животноводство открывать. Нет, потом, не короче, все скидывают ресурсы. Блин, я уже, уже пять очков получил. Пойду я, да? Первым стал Северной Америкой и рядом с рекой поставил. Ну, красиво я уже райончики расставил, в принципе, мне нравится. С промышленной зоны еще. Давайте завершать иногда первый ход. Чикабум, все, ты вошел, у тебя все на... Окей. Чикабум. Чикабум-бум. Ну все, ты заканчиваешь. Не, она еще вступает. Не, у меня написано соединение установлено. А, соединение установлено. Вот тебе прям не нравятся твои цвета, да? Нет, мне не нравится. У меня воины такие с залысинами посреди головы. И один из булавой только. Блин, у меня название реки, я думал, его просто не видно там в тумане войны, а не такой... У меня воины, похоже на украинцев. Как? Типа с этими... С чубами? Не, кстати, они такие... У них под горшок постриженый все. Да-да, это я еще не закончил. У меня просто нарисовало, как будто ты еще ходишь. Все. А, мне написано, другие игроки делают ход. Нажми на конец хода и... Вот, ну... Ну, шифт-энтер-теп... Он не нажимается. Ну, шифт-энтер-теп... А, все, пошел ход, отлично. Блин, уже вулкан становится активным. Опасненько. Так, куда мы пойдем исследовать тогда дальше? Ну, здесь я и так хочу ставить город. Так, может сюда лучше вниз пойти посмотреть? О! Кстати, здесь, может быть... Блин, тут правда холм... Вот тут не холм, да? То есть вот здесь хорошо... Да, тут промышленная зона... Промышленная, блин, правительственная. Будет очень, наверное, в тему все-таки. Три хода до роста... Города. Сейчас сам вырастет на эту лисичку. Ну да, предварительный расклад по районам, по-моему, очень в тему. Проверил, работают ли в этом чате смайлы с пятой цивы. Нет, не работают. С пятой цивы внезапно. С доты еще проверил, работает. Нет, погоди. Там же это стимовские смайлы просто работали в пятой циве. В чатике. Он тогда может проверить с шестой цивы смайлы, работают ли. А, ты про те смайлики, которые выпадают, в смысле, в инвентарь? И ты их активируешь? Так, кстати, активирую. Надо бы, конечно, тут... Ну, сейчас у меня скаут появится, пойдем смотреть, что там. Тут, в принципе, мне места нравятся. Но, опять же, повторю, мы играем со случайными ресурсами. И, судя по всему, это изобильное. Похоже на украинские эти хатки. Поэтому, мне кажется, тут у всех будут довольно неплохие места в начале. Ага, вот еще река. Ну, тут я хочу на этом побережье посмотреть, что... Так, город вырос. Все. Холмейш очень важный в этой игре. Или леса хотя бы. Ну, смотри, ты играешь с значками производства? Понятное дело. У меня... Два... Две шестеренки. На самом деле, появление еще и от цивилизации зависит. Там многое генерируется... Не знаю, что новый мир, но... Может сгенерировать. Я помню... Вообще, знаешь, иногда тут генерация бывает фиговая. Я помню, как я играл за Горго на Новом Мире. А Горго это Греция, у которой Акрополи должны на холмах стоять. И у меня во всех моих городах, по-моему, только два холма было, в принципе. Это вообще какой-то офигительный генератор. Зато у Горго всегда на стандартном холме завозят. Это да-да-да, какой-то парадокс. Я не знаю, у меня уже пустыня начинается. Хотя я вообще не особо пустынная нация. А ты город хоть поставил? Да. Я вообще прям вот в пустыне практически появился. Мне пришлось оттуда уходить. Я вот, смотри, мистер Ди еще город не поставил. Прикол. Мне тяжело на первом ходу город ставить. А, мая. Что-то я смотрю, пустыни много вообще. Нужно ли мне еще... Норма осадков. Нужно ли мне еще... Скаута. Вопрос, я бы все-таки строителей уже начинал. Потому что мне нужно счастье, которое процент будет давать ко всему. В бананчиках 3-2, там... Пряности 4-2, там... У людей по 15-15 очков, а у тебя 7. Вот и коммерческий район закончился у нас. В этом месте. А жаль, тут был бы отличный коммерческий район на самом деле. Да, лошади не очень удачен. Появились. Не хочу пока руинку брать. О, пустыня. У меня в двух кредках от поселянца был варварский лагерь. Ну, предварительно сюда поставлю город, но явно я, конечно, сюда не буду спешить с городом. Мне говорят, что помогает. То есть, так. Очень предварительно. Что нам дальше? Значит, это мы обрабатываем, это обрабатываем. Кстати, могу стримить... От каменоломен идет бонус. А мы, наверное, рис обработаем, чтобы ускорить плантации. Тем большим и плантацией нужно будет... Куда идут от каменоломен? Бонус для промышленной зоны. Да, конечно. Ладно, давайте горное дело. Ну, там сейчас основные бонусы от стратегических ресурсов и акведуков с дамбами. Ну, смотри, типа, там как работает, если ты беру тебя... Блин, вот тут бы мне промышленную зону, если бы где-нибудь можно было к виду нормально еще в сону. Ну, там, если у тебя рудник один, то и одна лесопилка, тебе ничего не будет давать, никакого бонуса. Если нужно, чтобы было именно было 2 лесопилки. Вот у меня... Открыл лошадей, нету ни одной лошади на территории. Даже на всей территории, что я вижу. Ого, это странно. Значит, железа будет дофига. Ну, сейчас проверим. Иди в железо. Я открыл железо, нету железа вообще, да? Асово любви нету. Тоже предварительно сюда. Ну, вот тут уже хорошее место такое. Да, что бы дохрена завезло. Прям. С избытком. Так, что тут? Три жителя. Уже. И стерлинг еще дальше. О, отсутствие, тут три клетки прямо. Даже дальше рос. А, ну все правильно, у меня город обрабатывает. Все правильно. Сот законов. Я сначала, наверное, лошадей обработаю. Потом пойду сюда рис обработаю. Потом вернусь. Меха. Так, ну, берем, конечно же, на пантеон. И тут... Давайте пока удвоен опыт разведки. Но... О, варварцы. Может сюда все-таки... Нет, давайте я буду, наверное, возвращаться. Я скоро собираюсь поселенца создавать. И хотелось бы под нормальной защитой его вести. Потому что тут, видите, тут очень пересеченная местность. Я боюсь, мне не успеет мой дуболом вернуться. Город точно сюда. Надо я буду ставить. Вот тут еще надо посмотреть. Сейчас я скаутом сюда пойду. Вот тут выглядит неплохо. Верховую езду ускорили. Шесть ходов. Сыщем ходом опять же ускорится. Жилья дофига. С каких пор варвары убегают? Может и страна. Они стали очень такими, знаешь, они как-то видят, что проигрывают, а не убегают. Ну, во-первых, мы играем тут с модом на искусственный интеллект. У меня стоит. То есть вполне может улучшать их. Ну, просто как-то я привык, что они часто даже, имея мало хп, тебя атакуют и убиваются. А тут копейщик убегает от меня уже ход ход и четыре. Упорно так, причем. Ребят, кто-нибудь габустан нашел? Кого? Это, наверное, пустыня такая, да? Нет, это чудо. А, чудо. А, оно должно быть на карте прям? Ну, я его нашел, типа. Я спрашиваю, не нашел. А у тебя написано, ты первый его нашел? Там же тебе должно быть написано в той сети. Первый нашел, тебе больше очков дали. Если не первый, то меньше. А, это я не знаю. А, ну да, французский. Класс. Это ты уже спалил свою цивилизацию, да? Ну, мы что-то не услышали. Не, не. Ой, блин. Челиня не только другие цивы палит, но даже свою не смог удержать. А, что? А, расскажи, что? Ооо, смотрите, вот тут кампус будет... Ну, давайте уж тогда не будем... Пять. Не, кто не услышал, пускай будет сюрприз. Но, в принципе, он уже свалил... Спарил. Не смог... Не вслух прочитать. Одна гора. Где-то. Ну, если чудо за горы считать... Я уже две горы нашел. Но для нового мира, конечно, странно. Но, на самом деле, про мистера Ди, я так понял, тоже же большинство поняли, какая у него нация. Нет, я не понял. А как мы должны понять, какая у него... Ну, он сказал, что за его нацию сложно поставить на первом ходу город. Я думаю, только такая, одна такая нация есть, которой сложно это сделать. Мали? Нет. Который там плавает. А, плавает, который. Точно. Точно, точно. Кто-то может выиграть лотерею в соседство. Да что это? По бонусу... Слушайте, ну вот здесь, конечно... Тут вот кампус. Может, даже ниже еще можно, но тут вот как минимум плюс пять. Тут вот как минимум кампус. Надо подумать, где тут город ставить. Ну, я бы тогда, на самом деле, следующий город прямо сюда куда-то и вел. Так, пойду вверх. Так, в стороны, во все. И ни одной горы даже нету. Тут надо клеточку купить. Так, и пойдем обрабатывать... Обрабатывать лисичек. О. Хотя, на газ Гаргаму вроде что-то прикольное дает. Цена покупки всех наземных боевых. Вот это для Мали, конечно. Офигительный город-государство. Лучший. Ну, в принципе, мне есть куда селиться. То, что я тут открыл вокруг. То есть, вот сюда, конечно, я вообще не буду, скорее всего... Ну, во всяком случае, не буду спешить. У меня тут есть места более интересные. Еще руинка. Не беру руинки, потому что не хочу в золотой век выйти. Что-то у меня, которую игру с варварами не везет. Опять на меня пять варваров прибежало. Как насчет армию построить? Конечно. Так вот, она есть. Я уже один лагерь убил, а они все валят. Ну, круто, видишь. Прокачаешься на обработку бронзы там. Там военная, там, как ее... Военную традицию. Так. Что нам открывать дальше? Может, мореходство откроем пока? Да, наверное, давайте мореходство. Так, и этот у нас посел. Давайте мы сразу, наверное, второго сразу в очередь. Вот надо решить, куда ставить город, правда. Здравствуйте. Привет. Будем дружить. Ну, мы не так уж и близко, так что я вижу проблем. Ты видишь мою территорию шикарную? Только край границы. Полностью раненый скаут рядом с Гаргаму. А пустыня вот дальше начинается вверх как раз. Так, тут я хочу вот сюда посмотреть. Там еще лагерь варваров. Еще лагерь. Да, вот тут хороший, хороший город становится. Я тут встретил. Отлично. Ты понимаешь, что на панге играет, так что я вообще с краю получается карты, видимо, все... Ты сейчас вообще в хорошей ситуации. Сиди, развивайся. Где вы ставите город? Какой из них? Вот не пойму, вот для этого кампуса, где мне город поставить. Может, прямо на трюфеля? Я близко. Скорее всего. Я, к сожалению, не вижу тебя. Так, а какие у нас тут клетки обрабатываются? Нет, не то. Вот так надо. Ты вот где... Так, отлично. Озеро, что ли, над ним где-то? Или ты озер нашел? Озеро. Озеро, да. Я рядом с... Прикольно. Не будем с этим городом спешить, просто потому что у меня соперники в этой стороне должны быть. Значит, мне надо в эту сторону города и ставить, чтобы им меньше места оставить для... Здесь я хотел поставить город. Расселение. Видите, сейчас в Чилинию ставил метку явно. И у меня подлагало. Слегка. Так. Так, так, так. Так, исследуем. О, тут еще горы. Надо вернуться. Так, давайте сюда глянем, что. Ух ты. Тут вообще прям... Слушайте, ну вот здесь я, получается, вот сюда кампус могу ставить. Интересненько. Интересненько. А ты можешь его на одну клетку выше поставить? Давайте сразу пометим. Свой поставлю под шелк, райончик. Там невозможно поставить город выше. Да, получается, вот здесь идеальное место для правительственной площади. Ладно. Тогда мы поместимся просто нормально, мне кажется. Очень-очень неплохой старт у меня. Так, пока встану в защиту. Следующим ходом ставим город. Народная торговля. Не хочу туда идти. Давайте сюда вниз. Так вот, я же сказал, что мне не везет. Я уже один лагерь убил, это со второго прибежало, и я уже минус два сделал у них. Из-за шутера играешь. Сейчас-сейчас прокачаешь юниты и пойдешь чилинию выносить. Доблемо в том, что очень быстро умирают вначале юниты. Потому что прибегает четыре варвара и атакуют сразу же тебя всеми своими. И когда еще вокруг холмы, убежать не успеваешь. Почему не хуже пикинеры у этих варваров? Как так? Не пикинеры, а копейщики, наверное. Копейщики, они сразу. Стрельцы, это вы. Они меня уже убили одного моего. Так, мастерство прокачано. Производство юнитов, создание строителей. Так, пока не буду переключать. У меня нет смысла карточки менять. Пока что. Ставим город. А, это рядом с вулканом. Получил очко. Амабилис. Это вот у тебя пока один город, и все, да? Ну, ты видишь, какие хорошие территории у меня? Да, я вот удивился, поэтому... Давайте с манунием. Это сейчас было такая штука, которая... Ты аккуратнее, там, в квадриле мы плавают ниже. Лучше в правее упади сразу. Варваров, направо обходи это озеро, потому что там нету еще... Это озеро или это океан. Раз это океан, то я думаю, что мне скаутом можно вот это сверху исследовать. Там вряд ли кто-то будет. У многих еще решение откроем. Чего ты так удивляешься? Я, например, даже еще не построил второго поселенца. Второго поселенца? Ого. Второго? Второго мне кажется... А, пизда. Потому что второго, я думаю, никто не построил. Первый это тот, который появился с тобой сразу. Ну да, да. Опа. Слушайте, я бы на месте, может, варваров поставил город? Или все-таки... Ну, сейчас мы посмотрим, я сюда приду, посмотрю... Я, пожалуй, обойду. ...территорию. Извините. Дело в том, что я не хочу лагерь. Блин. Я поставлю там город, и получается, я варваров убью. А ты не приносишь хороших новостей, скажу я тебе. Вы ответьте, новый мир, это когда нету городов убью. Нет, новый мир, это наоборот, должно быть. Много холмов и много... Но тут как-то... Как-то странно он сгинет. Ммм... Как тебе мои горы нравятся? Все, кто же убил меня. Твои просто бесподобны, я бы сказал. Ну что, начинать собирать руины, видимо, и выходить в золотой век надо. Давайте тогда здесь я еще построю скаута. После посела. Сейчас бы еще вспомнить, где эти руины все находятся. У тебя вот над городом есть выше куда идти? Посол. Прикол. Нету, там лагер варваров не ходи туда, и там гроза сейчас. Естественно, вы где вниз и направо будут. Нет, там торговля. В Носгаргаму не хочу ничего отправлять. Опа. Чудо первым еще нашел, да? Еще и дорога гигантов, это дает плюс 5 к боевой мощи. А, на соседине. Не совсем то, что я думал. Это для холмов можно двигаться. Да, ну, надо в золотой век выходить, конечно. Этот розовик. Что тут обрабатывается. Счелены тоже лучше, не иди налево. Не потому что я хочу, потому что ты видел, там просто получишь больно. Да тут везде варвары, я тебе отвечаю. Причем, я хочу купить сейчас торговцы. Ну и лагерь надо забирать. Сейчас я поставлю на плюс 5 против варваров. И надо решить, на трюфеля ставить или на место лагеря. Мне почему-то больше на трюфеля хочется. На трюфели. Как по-русски правильно? На трюфели или на трюфеля? На трюфели, наверное. Так, значит, меняем. Плюс 5 к боевой... Нет, давайте, знаете что, давайте сначала походим скаутом. Может он еще что откроет. Руинки открыл. Хорошо, прокачиваем на движение по холмам. Теперь меняем на плюс 5 к боевой мощи. Ну и тут пока оставим. Надо пантеон добить. Должен в золотой век выйти. 11 ходов, у меня тут столько руин. Лагерь варваров. Должен выйти. Где тут еще руины? Где-то здесь были, по-моему, руины, нет? Так, вот тут руины. Тут руины. Нашли дружелюбное племя. Так, покупаем торговца. Что у нас тут обрабатывается? Все правильно. Ранняя империя ускорена. Пошли в раннюю империю. Это 3 очка еще, да? 6 очков. Еще одну очку с руинки. Где вы там говорили, есть чудо природы? Ух ты, еще и блин. Тебе какое отец? Я думаю, что она нашел. Чудес природа. Этот поближе. Это Машу тебе этот? Да, я пытаюсь. Блин, вот это не очень. Привет, мистера, да? Привет. Это не очень. Очки дают, если в пределах двух клеток от природы ставишь. Да, через клетку. Хорошо, спасибо. Ну или ближе, или прямо в соседней клетке. А, этот дают за каждый раз, как ты ставишь? Да, за каждый. За первый год. За каждый. Да, тут и много городов можешь рядом с чудесами поставить. Да, такой, типа думаешь, ставить ли мне еще город с каким-то? Не, а, ты имеешь в виду с одним чудом каким-то? Да, да, именно с одним. А, с одним. Это интересный вопрос. Это я не могу, но мне кажется, должны давать. По идее, максимум два или три города можно поставить. И одна гора. Возле чуда. Ну, вот у меня чудо, которое занимает четыре клетки. Из них оно три в длину. В принципе, с каждой стороны можно поставить по городу. Ну, если очень сильно захотеть. Вот, собственно, и вопрос. Сейчас я апнул. Война. Мне, кстати, вот чудеса, которые... О, конь появился. Мне не нравится. Был бы побольше дюймов, которые реально что-то дают. Бонус тебе, как спятается. Ну, он не должен мне убить, и следующим ходом я должен убежать, по идее. О, так, что с пантеонами у нас? На поселенцы, наверное, взяли уже, да? Взяли. Появляется строитель. Культура от плантаций. А дело Геварова в первичной верховом там? Да, вот. Там сразу за рекой через одну культуру. Культура от пастбищ. На священные места тоже особо... Ничего. Может, речную богиню? На болотах, азисах и поймах рек в пустыне. Производство от лагерей. Слушайте, у меня тут, в принципе, два лагеря есть. Вначале. Еще вот трюфеля будут. Еще лай. Может взять пищу и производство. Давайте. Очень хороший будет старт тогда. Видите, как... Сразу здесь ускорилось. Так, меня интересует вот этот... Ну, не должен убивать. Я вроде как... А может и не сматываю. Ну, вот так я пройду. О, даже еще желтым остался. Отлично. Убегаем. Все очень хорошо. О, тут вообще убился об меня. Так, четыре очка и восемь ходов. Три очка. Так, давайте мы тут поменяем карточку. Для этого мастерство откроем. Ну... О! Через вот эту пустыню вниз. Серкал, здорово. Че, как сам? Понятно. Ты разведа встретил, да, моего? Да. Член. Вот. Ты же не будешь забирать на лагерь варваров? Ты далеко отсюда? Ну, его сейчас ГГшка заберет. Очень. Очки нужны. Давай дружбу. Давай. Что, я не хочу, чтобы там с моим поселом что-то случилось? Давай. Так. Ну, сейчас его заберет Иерусалин. Давайте обработаем, наверное, крабов. У него еще один варвар есть, можно на ухо. Это жилье даст. Потом лошадей пойдем обработаем. И здесь... Ну, чудо мне не надо. Амбар, наверное, тоже не надо. Это монумент. Может, галеру построить? Давайте я галеру построю, чтобы ты же прям Риббинрана. То есть, два очка осталось. Я за... Я, по идее, два очка. Нет, тут... Город рядом с Блаканом. Это... Это очко будет. И... Пойду сейчас вот эту руинку заберу и все. Мне в прошлой игре объяснили, что это плохая затея. Давайте полечимся пока. Какая плохая затея? Да, давайте не строить, не будем строить. Почему это? Так, почти, во-первых, меняем на производство. Я эту галерку заберу. Например, поставлю при подготовке этих юнитов и построю этих прачников. Галеру отложим. Алексей, мне тебя снизу отбежать получится, чтобы тебе не мешать. Отбежать? Ну да, я не хочу заходить на территорию. Справа в трех клетках уже океан будет, даже в четырех клетках океан. Ну, что себе. Люди, кем платится плестиж клетки? Эйфелевые башни. То есть, он плохой сам по себе, да? Нет. Там что-то вокруг него. Ну, в египе, по-моему, мы что-то там делают. Вот, окажется, портит престиж. Престиж меняет этот, да, вот. Рудники снижают престиж. Да, уменьшить престиж ты можешь. Ну, наверное, посадка леса увеличивает стопудово. Серкл, ты можешь контюниты наверх отправить? Не дали очку. Плохо все. Странно. Привет, ЧК-бум. Пытаюсь. Так, я понимаю, мы будем упавляться, да? Упавляться. Ты очень близко. Нет, я очень далеко. Хорошо. Кумаси. Ну, в любом случае, у меня есть один ход на постройку галеры, если мне будет не хватать очков для выхода в золотой век. Так что... Так, давайте здесь, наверное, все-таки прачника. Здесь мы отменим прачника и будем посело строить. В следующем ходом поставлю карточку на поселенцев. Как насчет дружбы? Я не против. А, с другой стороны... Не, вообще уменьшение жителей нормально. Магнуса даже... Тут у меня так стерлинг растет. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!